Не одно десятилетие насчитывает история улицы Подгорной в Иркутске. Раньше она была хорошо известна всем городским полицейским. Затем ее облюбовали приверженцы социалистических взглядов, но после заселили мигранты, которые приезжали в столицу Восточной Сибири вести торговлю. Сегодня по улице прогулялась Алена Полоненко и готова рассказать все, что узнала в рамках рубрики «Новости нашего района». Старая табличка, старое название. Улица Подгорная – одна из немногих в Иркутске, сохранившая историческое имя. А вот от первоначального облика осталось немного. Раньше здесь едва ли не через дом располагались памятники архитектуры. Сейчас многие уничтожены, а оставшиеся вызывают смешанные чувства. В этом здании Галина Кононенко живет около 40 лет и неплохо знает его спорную историю. Раньше здесь был доходный дом, это как гостиница. Здесь сюда даже заезжал Чехов у нас, Антон Павлович. На втором этаже останавливался. Ну, сегодняшний день, конечно, день очень ужасный. Никто за домом не следит. Никакого благоустройства. Туалет на улице, за водичкой на улице. Жильцам первых этажей хулиганы регулярно разбивают окна. Раньше было еще хуже. Всего в паре шагов располагалась знаменитая Шанхайка. Около трех лет назад ее перенесли. На память остались многочисленные контейнеры. А в некоторых домах продолжают жить гастарбайтеры. Надо сказать, что обитатели этих зданий всегда разительно отличались от жителей остальной части Иркутска. Подгорная изначально была чем-то вроде улицы Красных Фонарей. Здесь располагалось множество публичных домов. И это несмотря на то, что рядом две церкви. А ведь согласно нормам, установленным в конце 19 века, расстояние между церковью и притоном должно было быть не меньше 150 сажений. Однако это правило особо никто не соблюдал. Ведь публичные дома привлекали преступников. И полицейским было проще их поймать. В начале 20 века дома терпимости все-таки перенесли. Но активная жизнь на улице и не думала прекращаться. На этот раз политическая. В одном из зданий работала подпольная типография социал-демократической рабочей партии. Неподалеку располагалось культурно-просветительское общество знания от той же партии. Сейчас о социалистическом прошлом Подгорной напоминает музей ретро-мотоциклов и предметов эпохи СССР. Причем некоторые экспонаты удалось добыть на этой же улице. Здесь многим домам более ста лет. Многие из них как бы сгорели. Многие стоят заброшенными. И мы время от времени устраиваем экспедиции. Заходим много каких-то предметов, которые люди бросили. Недавно на муторке, который напротив нашего музея, нашли холодильник 50-х годов. Отремонтировали его, покрасили. В музее воссоздали облик квартир советских времен, а также иркутских домов конца 19 века. Вполне возможно, именно так выглядели изнутри здания на Подгорной больше сотни лет назад. Улица длиной всего полтора километра хранит печать нескольких эпох и наверняка станет бесперестрастной свидетельницей еще ни одного значимого события Иркутска. Алена Полоненко, Андрей Назаров. Новости по будням.